Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это выпуск «Мнение дилетанта». Сегодня поговорим о пенсионной реформе в России. Но прежде несколько слов. Меня постоянно в комментариях, ну, наверное, правильно обвиняют, что я по тем вопросам, в которых высказываюсь, действительно дилетант. И добавляют, что малолетний обзорщик игр. Видимо, я все-таки слишком молодо выгляжу. Хотя мне казалось, что во всех моих профилях написано, когда я родился. В общем, я отмечу, что мне 36 лет на всякий случай. Я видел некоторое дерьмо, как говорят в этих ваших интернетиках. Поэтому, как мне кажется, особенно по поводу пенсионной реформы, как раз самое время мне и высказаться, и особенно моему поколению. Теперь ближе к сути вопроса. В России многие считают, что реформа уже принята, а на самом деле нет. Идут еще обсуждения в Думе. Еще и президент должен ее подписать. Но мне, я вообще считаю, что люди возмущаются совершенно не по тому поводу. Реформ пенсионных в России было несколько. И сейчас единственное, что будет меняться в законе, это только выход, возраст выхода на пенсию. То есть увеличивается возраст выхода на пенсию. Был там 60 лет, по-моему, станет 65 лет. Я просто не уточнял, потому что я не об этом хочу с вами поговорить. Народ привязывается к очень частным вещам. Надо обсуждать не время выхода на пенсию, а то, что вы вообще эту пенсию можете не получить в принципе. Какая разница, выйдете вы в 60 лет, на пенсию не будете получать ничего. Либо в 65 лет выйдете на пенсию, опять не будете получать ничего. Сейчас правительство не только в России, во многих западных странах решает проблему стремительного старения своего населения. Но если в западных странах пенсионная система построена именно на накоплениях граждан, то в России эта правоприемница, пенсионная система пришла из Советского Союза, она построена на том, что ныне работающие люди, считайте, платят пенсию тем, кто находится на пенсии. Вы ничего не накапливаете. Если вам государство говорит, что то, что вы платите в пенсионный фонд, накапливается на вашу пенсию, то это вранье. Я не знаю, кто этому верит вообще в принципе. То есть на самом деле это даже не вранье, а кто разбирается в том, как работает пенсионная система в России, в Беларуси и так далее, об этом прекрасно знает. Выплачивая деньги в пенсионный фонд, вы платите пенсию ныне живущим пенсионерам. Вы ничего не откладываете. У вас нету этих денег, которые где-то лежат и вас ждут. И государству выгодно, чтобы вы сдохли как можно ближе к пенсии своей. Желательно, вот вы вышли на пенсию, но на следующий день умерли и ничего не получили. И то, что увеличивают время работы, это только делается для того, чтобы хоть как-то снизить нагрузку на пенсионную систему. Вот сейчас у меня в видео где-то здесь появляется полувозрастная пирамида России. То есть написано, сколько ныне живущих, какого возраста сейчас есть. К 2030 году по прогнозам, по прогнозам на одного работающего россиянина будет один пенсионер. Как вы представляете себе выплату пенсии тогда в России? Откуда будут браться деньги вообще для того, чтобы пенсионеры жили? К 2030 году. То есть это мне, например, будет уже 48, я уже буду приближаться типа к пенсионному возрасту. А теперь посмотрите на этой полувозрастной структуре, какой офигительный провал. Вот я родился во времена бэби-бума так называемого, это середина 80-х. Больше всего людей моего возраста, ну там плюс-минус 5 лет, живет в России. А теперь посмотрите, какой огромнейший провал на этом графике происходит в 90-е. И в нынешнее время, когда мое поколение должно рожать детей, посмотрите, насколько меньше оно родило детей, чем должно быть. То есть примерно в полтора раза меньше. Численность этого поколения раза в полтора меньше. И это при том, что оно еще и уменьшится. Потому что это сейчас дети. К сожалению, люди склонны умирать в любом возрасте. И постепенно это поколение уменьшается. То есть когда я выйду на пенсию, людей, которые будут работать и зарабатывать деньги на мою пенсию выдавать, мне будет еще меньше. И я думаю, что они скажут, «Ди ты в жопу! Такого хрена ты ничего себе не заработал, ничего не делал, почему мы должны платить тебе пенсию? А государство в своей пенсионной системе не сделало так, чтобы я реально себе накапливал эти деньги». А вы возмущаетесь увеличением возраста. Ребята, вы можете вообще разобраться в том, как у вас все работает в стране? Вам не кажется, вам надо возмущаться тем, что вы будете жить без пенсии? Вообще, вменяемые, вы против чего митингуете? Люди выходят и говорят, «Я не хочу работать на пять лет больше!» А сдохнуть ты не хочешь после того, как ты закончишь работать? Я не знаю, у меня такое ощущение постоянно в России, что... Ну и в Белоруссии тоже, что только про Россию говорю, в Белоруссии, например, повысили пенсионный возраст уже год назад, так, на минуточку. Но реально ощущение, что просто люди как будто они живут в каком-то эльфийском королевстве, где они не понимают, как работает система и что откуда берется. Посмотрите, что происходит в других странах. Вы сравните с тем, например, в той же Швеции была точно такая же проблема. У них это называлось что-то система преемственности поколений, как-то так. То есть там вот конкретно было, не знаю, что это капиталистическая страна, там было это на законодательном уровне, что нынешнее работающее поколение платит деньги, выплачивает пенсию тем, кто сейчас на пенсии находится. Но там система была построена на том, что пенсионеры получают, по-моему, 80% от средней зарплаты по стране. Ну, Швеция очень такая социалистическая страна, как ни странно. То есть пенсионеры получали 80% от средней зарплаты. Но так как народ стареет и где-то в 90-х годах стало понятно, в 90-х годах стало понятно, что не выдержит. И они разрабатывали, разрабатывали систему, и она была, по-моему, принята в 98-м году. Там накопительная, там, ну, несколько, несколько источников, откуда идет пенсия. Сейчас Россия уже стоит на пороге того, то есть 12 лет осталось, всего лишь 12 лет до того, как на одного работающего будет один пенсионер. на пороге. Это реально катастрофа будет. Но народ живет сегодняшним днем. Боже, я не хочу работать на 5 лет дольше. Еще приводят пример того, что, мол, средняя продолжительность жизни, там, например, у мужиков 67 лет, типа, и вот я выхожу на пенсию, и сразу умираю. Во-первых, люди не понимают, что такое средняя продолжительность жизни. Это берут младенцев, которые умирают, месяц проживут, два месяца проживут, и там стариков, которые до 85 лет, их все в одну кучу, и вот получается средняя продолжительность жизни. На самом деле, во-первых, вы посмотрите, в каком году вы родились, то есть есть такое, есть такое понятие, как предполагаемая продолжительность жизни в год вашего рождения, это первое, а во-вторых, чем вы старше, тем больше вероятность, что вы проживете дольше. То есть мне, как мне 36 лет, вероятность того, что я переживу пенсионный возраст и буду жить до 80 лет, намного выше, чем у пацанов, которым 14 лет, понимаете? То есть если мы говорим о моем поколении, о зрителей старше 25 лет, на моем канале большинство как раз, то вы, ребята, и до пенсии доживете, и намного дальше проживете. Поэтому не стоит пенять на эту среднюю продолжительность жизни. И посмотрите на эту полувозрастную пирамиду. Это статистика, собственно, государственная, российская. Может, даже они ее приукрасили, между прочим, немного. Я уже молчу о том, вот еще одна карта, рождаемость по областям России. То есть даже глядя вот на этот офигительный провал по возрасту, вы посмотрите, красные области, это вся центральная Россия, то есть действительно те места, где живет русское население, а зеленое, то есть где рождается намного больше, где умирает, это всякий Дагестан, Чечня и прочие республики, которые явно захотят работать на вашу пенсию. Вы на них надеетесь, да? Ну, флаг вам в руки, конечно. То есть я пытаюсь этим видео сказать, что вы не о том протестуете вообще. Должна быть, ну, опять, а что делать, да? Ну, во-первых, у меня огромнейшие претензии к тому поколению, которое сейчас находится на пенсии. Собственно, оно все это организовало, и для них сейчас самое раздолье, потому что они, правда, получают неофигительную пенсию. Это сейчас, по-моему, разбежка между средней зарплатой в России и средней пенсией в России примерно в 22 раза. То есть на это не пожируешь, но глядя, опять же, когда я был в США и видел пенсионеров, какой-то черный старичок, ну, черный в смысле негр, да? На Лексусе, блин. Он инвалид при этом, но он на Лексусе с какой-то тоже сморщенной своей бабушкой они выгружают какие-то продукты. Вот это американские пенсионеры, потому что у них, они накопили за свою жизнь. У них реально там был какой-то пенсионный фонд, куда они складывали свои деньги, и эти деньги им возвращаются. Еще круче сделано в Сингапуре. У них просто конкретно счет, куда идут отчисления и от твоей зарплаты, и работодатель туда отчисляет. Причем у тебя есть гарантированные 5% дохода, ну, годовые, как-то сказать, у тебя вложены деньги. Но при этом ты можешь сам эти деньги куда-то вкладывать, тогда ты отказываешься от этих 5%, ты сам начинаешь заниматься инвестициями. А для того, чтобы ты не просрал свою пенсию, ты можешь это делать только тогда, когда ты достиг определенного возраста, и когда у тебя накопилось определенное количество денег. Выплаты от зарплаты идут не только в пенсионный фонд, но и обязательные выплаты в ипотеку. Поэтому в Сингапуре, например, 90% всех жителей имеют собственное жилье, потому что у них от работы идет обязательное откладывание на жилье. Ну, это так, я в сторону ушел. Что происходит в России? Мы платим нынешним пенсионерам. Более того, с 2014 года накопительная часть вашей пенсии заморожена. Я не понимаю, почему нету митингов по этому поводу? У вас заморожена накопительная часть пенсии уже 4 года. У вас на пенсию не накапливается ничего, не откладывается. Все деньги идут нынешним пенсионерам. Какого хрена вы по этому поводу не возмущаетесь? Вам наоборот дают на 5 лет больше поработать, на 5 лет больше возможности что-то зарабатывать, а не сидеть, сосать лапу без ничего. Вот это возмущает. Ничего себе. Я понимаю, что чем старше вы становитесь, тем сложнее найти работу. И понятно, если мужика, например, в 58 лет уволят, то вряд ли он сможет себе найти работу, чтобы до 65 доработать. Ну, вот по этому поводу возмущайтесь. Выйдите на митинг, и давайте мы, мужики, 58 лет требуем, чтобы мы могли найти работу. Вот это реальная причина для митинга. Или вы не... Не знаю, вот что вам не нравится из того, что вы будете на 5 лет больше работать. Медицина продвинулась. Нынешние 76-летние выглядят намного лучше, чем лет 20 назад 50-летние. Вы просто не хотите работать. Так выходите на митинги с лозунгом и не хотим работать. Здорово, тогда будет намного больше рабочих мест. Вы будете через 18 лет сидеть без денег вообще, без всякой пенсии. Вот это намного страшнее. И, опять же, ну, я вам скажу, что эта ситуация не только в России такая, но из-за того, что в других странах система пенсии сделана по-другому, там пенсионеры все-таки свои деньги получат, потому что это их деньги. Я, кстати, недавно анекдот такой прочитал, что вот, про какую-то западную страну, там, в Дании, вот, в Дании, если человек умер до своей пенсии, то его родственники, нет, если человек умер там, один год на пенсии, то его родственники все равно его пенсию получат в полном размере. И там, ну, в России вообще-то то же самое, только приходится труп прятать для того, чтобы пенсию получать. Я еще вспомнил, кстати, офигительная тема, если пенсионер идет на работу, то он начинает получать меньше пенсию. То есть, ты работал всю жизнь, тебе твоей пенсии не хватает, ты идешь работать еще, и тебя на это за это государство наказывает. Ах ты, тварь такая! Откладывал, типа, по всю жизнь! Еще сейчас тебе 70! Ну, у меня дед, кстати, так работал, он практически до 80-ти, слесарем работал, откладывал деньги. Не знаю, кстати, это опять же из советского прошлого, потому что всегда, типа, не хватало денег, хотелось большего, он умер, оставил кучу денег для того, чтобы, почему бы не поездить, не отдыхать на эти деньги? Ну, ладно, это тема для другого разговора. И вот здесь государство наказывает, не отдает тебе твои деньги, типа, за то, что ты тварь такая еще хочешь работать. Ну, это, это так отвратительно, и так показывает отношение к человеку в стране. По этому поводу не хотите помитинговать? Нет? Хотите уменьшить ваш возраст выхода на пенсию? Ребят, ну, серьезно, ну, как, почему в России постоянно возмущаются каким-то вещам, которые реально на вашу жизнь не сильно влияют, а то, что важно, проходит мимо? Почему так постоянно происходит? А, по поводу того, давайте еще, по поводу того, что делать. Ну, я вообще такой сторонник радикальных мер, конечно, я бы просто всем нынешним пенсионерам прекратил выплачивать пенсию, пускай они выходят на митинг, это то поколение, которое создало то, что сейчас в России происходит, пускай расхлебывают. Какого хрена мое поколение должно за них отвечать? Вот, мое поколение реально сейчас просто в проигрышном положении находится, потому что мы, во-первых, платим этим дармоедам, которые сделали, что сейчас в России будет, а во-вторых, когда мы выйдем на пенсию, мы получим кукиш с маслом самый натуральный. Я вообще не рассчитываю ни на какую пенсию у себя в стране. Просто живу, исходя из того, что у меня пенсии не будет. Те деньги, которые идут нынешним пенсионерам, естественно, отправлять как на накопительный счет людям, которые сейчас работают. То есть, ну, опять же, это надо разработать, но самое главное, чтобы это было прозрачно, потому что на данный момент в России никто из работающих не понимает, сколько у него там типа денег накоплено, где эти вообще деньги. Я еще раз повторю, что этих денег реально нету. Они идут на пенсии нынешним пенсионерам. То есть, сделать какой-то гибрид тех систем, которые есть в других западных странах. И с этим надо, конечно, работать, но сделать, чтобы это была реальная накопительная пенсия. Так что, я понимаю, что это радикально, но пускай они выходят на митинги, но естественно, что нынешняя власть этого не сделают, потому что женщина пенсионного возраста это главный электорат Владимира Владимировича и единой России. А как по-другому эту проблему решить? Это поколение сидит у нас на шее и создало нынешнюю Россию, а я должен их кормить. Ну, я, естественно, я гражданин Беларуси, на всякий случай, кто не в курсе. Я просто повторю, у нас все то же самое. Абсолютно то же самое. Просто в меньших масштабах немного. Ваши мнения опять всегда жду в комментариях. Желаю вам долгих лет жизни и хорошей пенсии. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok